Я говорю вам всем еще раз добрый день. Здорово, что присоединились. У нас сегодня очень интересная тема, и она звучит как программа InfoDonor и Google Grants для продвижения сайта НКО. И сегодня у нас будет два приглашенных спикера, которые расскажут каждый о своем. Ирина Мирошниченко расскажет о программе InfoDonor, а Руслан Шикуров расскажет про свой опыт использования Google Grants. И он расскажет это на примере своего проекта DonorSearch. Но сначала давайте я проговорю действительно вещи, которые, если вы не знаете, чтобы было понятно контекст. Во-первых, меня зовут Алексей Ницца. Я являюсь вент-редактором теплицы социальных технологий, в том числе веду вебинары как этот. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания по вебинарам или по мероприятиям или какие-то еще вопросы, вы можете найти меня в двух местах. Первое – это, естественно, электронная почта. Второе – в Фейсбуке. Можете писать, добавляться в друзья и так далее. Сайт наш выглядит таким образом. Еще раз, адрес te-st.ru. И в социальных сетях мы везде с лаж-типлицей ст. То есть, в принципе, и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Ютюбе, и в Твиттере. Везде мы одинаково называемся. Здравствуйте. И для тех, кто первый раз слышит название нашего проекта и кто мы такие, кратко расскажу. Во-первых, мы являемся общественно-образовательным проектом, который в своей цели имеет соединение двух разных целевых аудиторий. С одной стороны, это некоммерческий проект, некоммерческие организации, социальные предприниматели, активисты и так далее. То есть, те люди, которые делают действительно полезные проекты. И с другой стороны, это люди, специалисты, разработчики, программисты, которые имеют навыки, специализированные навыки создания каких-то IT-проектов. Но часто они не задумываются о том, что свои навыки они могут использовать для решения каких-то общественно важных задач при создании каких-то интересных проектов. Таким образом, наша цель – соединить вот эти две целевые аудитории, чтобы в итоге получилось что-то интересное и хорошее. И мы делаем это разными способами. Мы проводим мероприятия как оффлайн, так и онлайн. Онлайн – как это вебинар. Оффлайн – это у нас есть митап, у нас есть хакатоны, то есть такие двудневные мастерские. Так, Михаил говорит, что у него нет звука. Если кто-то может, напишите Михаилу, чтобы он перезагрузил страницу, либо нужно использовать браузер Chrome. Поэтому, возможно, в этом причина. А я продолжу. Да, и мы разными способами, собственно, эти две аудитории совмещаем. Поэтому очень советую вам зайти на наш сайт, посмотреть, что у нас есть. Мы много чего пишем про технологии. То есть основной акцент у нас, естественно, на использовании интернет-технологий для решения общественно важных задач. То есть как делать разными способами какие-то проекты, которые действительно помогут решить эти задачи. Так, двигаемся дальше. И хочу просто сделать акцент на том, что мы создаем достаточно много интересного контента. Мы записываем наши мероприятия. В том числе мы делаем много чего другого интересного. И поэтому, чтобы не пропустить и, во-первых, посмотреть то, что уже существует, пожалуйста, подпишитесь на наш канал на YouTube. Вы действительно найдете для себя много чего интересного. И хочу сделать акцент на двух плейлистах, которые у нас есть. Во-первых, это, естественно, записи вебинаров, потому что мы проводим два вебинара в месяц, в последнее время три. То есть накопилось достаточно уже много. И если вы что-то пропустили, вы можете найти это именно там, все в одном месте по этой ссылке. И действительно много ничего полезного можно посмотреть. Во-первых, вебинары такие более большие видео, да, где-то по часу в среднем. У нас есть как бы два типа проведения вебинаров. Первый – это как этот, когда мы приглашаем спикеров, которые рассказывают о своем опыте. И второй, когда… Руслан, отключи, пожалуйста, пока. Супер. Вот, и второй, да, это когда мы… Ну, собственно, я непосредственно рассказываю о каких-то вещах, о каких-то там проектах или как что-то сделать самостоятельно. То есть я показываю на своем примере, что не имея какого-то специального навыка, да, то есть просто там можно разобраться в каких-то вещах и начать делать что-то самому. Так, и второй плейлист – это, естественно, видеоуроки, скринкасты, которые мы делаем. Их накопилось уже более ста. Это такие непосредственно короткие видео, которые рассказывают о каких-то очень важных проектах, то есть важных онлайн-сервисах, важных программах, которые вы можете использовать в своей работе или просто если вы там занимаетесь, не знаю, неважно в принципе, чем вы занимаетесь, потому что там можно найти много чего для себя полезного и по дизайну, и по цифровой безопасности, и по другим примерам. Также вы можете узнать о каких-то интересных программах или сервисах, которые вы еще не использовали, но мы вам очень рекомендуем использовать. Акцент я сделал на этих двух плейлистах, и здорово. Значит, и о чем мы сегодня поговорим? Вы все видели вот эту картинку, которая вот выглядит так, что, ну, в принципе, новогоднее настроение, я думаю, уже у всех есть, если еще нет, то появляется, и мы немножко сделали такую тему, как, собственно, некоммерческим организациям получить гранты и софт для продвижения эффективной работы. То есть, ну, есть некие возможности, которые позволяют некоммерческим организациям получить от каких-то организаций как программы, программное обеспечение, так и возможности в продвижении. И вот сегодня как раз спикеры об этом расскажут. И еще хочу, естественно, представить двух спикеров просто сначала словами, а потом уже передам слово Ирине. Ирина сегодня будет первым спикером, она является менеджером программы InfoDonor, собственно, расскажет в первой части вебинара о том, что это такое, как это использовать, что вообще, какие программы есть, с какими компаниями и так далее. И второй наш спикер – это Руслан Шикуров, который является руководителем проекта DonorSearch «Социальная сеть поиска донора крови». И в том числе он является координатором теплиц социальных технологий в Казани. Поэтому сейчас я хочу передать свое слово Ирине Мирошниченко. Ирина, если вы меня слышите, вы можете, в принципе, уже включить камеру и микрофон. Ирина? Да. Да, я слышу вас, но пока еще не вижу. Тогда камеру надо еще включить. Хорошо, включаем. Добрый день. Да-да-да. И вот еще вам необходимо включить свою презентацию во вкладке «Документы», чтобы все ее тоже видели. То есть вы мою сейчас выключите и включите свою. А я пока параллельно скажу, я думаю, что вы можете задавать свои вопросы в чате. И вот как спикеру будет удобно, в принципе, так, наверное, будут отвечать. Ну, я, наверное, могу тоже помогать немножко. Так, Ирина, получается включать? Да. Ну, я свою презентацию вижу. Супер, отлично, я тоже вижу. Тогда я вам передаю слово и тогда вперед. Хорошо, добрый день, дорогие коллеги. С наступающим Новым годом и Рождеством. Меня зовут Ирина Мирошниченко. Я занимаюсь программой «Инфодонор», которая существует в России с 2009 года. Я ей занимаюсь с 2012 года. Моя организация называется «Институт развития информационного общества». Это российский представитель американской организации «Чехсуп», которая и придумала такую замечательную программу. Миссия программы – это помощь НКО, публичным библиотекам и религиозным организациям получать доступ к пожертвованиям программного обеспечения либо бесплатно, либо за небольшую стоимость. То есть, чтобы организации могли оптимизировать свои компьютеры и быстрее решать какие-то задачи, снизить цифровое неравенство между коммерческими структурами и некоммерческими. В России реализацией программы занимается наш институт, а вообще это «Техсуп Глобал» – американская организация, у которой есть очень много представительств в разных странах, более 40 стран – и в Европе, и в Африке, и в Америке. Можно все это посмотреть на нашем сайте, сколько у нас организаций. За 7 лет работы программы на сайте зарегистрировалось более полутора тысяч организаций, и из них около 1200 квалифицированы как правомочные. Более чем 700 организаций получили свои заказы, сэкономили бюджет и пользуются нашими продуктами. В России очень много доноров появилось. Этот год был очень плодотворный. В прошлом году появился Google помимо Microsoft и iSpring, а в этом году и Semantic, Tablue, AutoCAD и BDefender. Я, к сожалению, не внесла его в список. Это тоже антивирусная программа для НКО. Программа InfoDonor предусматривает оплату административных расходов на почти все доноры, кроме Google. Google предлагает виртуальный грант в размере 10 тысяч долларов на рекламу и возможность воспользоваться облачными приложениями. Например, чтобы увидеть... Да, сейчас я посмотрю. Мне просто почему-то экран не очень... Windows Office. Windows Office – это разные группы. Сразу могу сказать. Adobe пока не хотят они в России выявляться. На TechSoup, да, они есть. И TechSoup сейчас, если организация у нас зарегистрирована и может получить ключ доступа, она может получать и другие продукты, например, Slack, по-моему, Amazon. Но не через российский сайт, а через TechSoup. Нужен только ключ доступа. Так, и вернусь к своей презентации. Например, офис профессиональный в нашей программе стоит около 2 тысяч рублей, а на сайте Microsoft цена его 30 тысяч рублей. То есть экономия очень-очень, видимо, значительна. А жюри тоже есть. Будет информация попозже. И Windows OS G-Genium стоит 592 рубля, на сайте Microsoft 13 тысяч. Чемпочти 14. Чтобы участвовать в программе, мы должны определить вашу правомочность. Ваша правомочность для этого вам необходима, ну, организация, которая хочет зарегистрироваться на сайте Инфодона, должна прислать следующие документы. Это различные свидетельства, выписка из EGRULA, устав, и письмо о том, что о вашем фактическом адресе доставки, и что у вас есть расчетный счет банки. Эта презентация будет доступна, и она есть доступна. Можете, если что, потом ее скачать, я думаю. А вот, что вы можете приобрести? Вы можете приобрести до 10 программных продуктов и до 50 пользовательских лицензий Microsoft по 2 лицензии продуктов Autodesk. Он появился только сейчас, в декабре, и пока еще нет перевода, но, в принципе, уже заказать можно на нашем сайте, если вы квалифицированы. До 50 лицензий Bitdefender, ну и так далее. 20 лицензий Norton, 2 продукта Semantic и 5 лицензий Tableau. Каким образом осуществляется пожертвование? После того, как мы вас квалифицировали, вы прислали все документы, мы вас квалифицировали, вы заказали что-то, оплатили, и через 2-3 дня, даже раньше, вы можете это все скачать. Продукты доноров, ни одного из доноров, они могут передаваться, продаваться или инсталлироваться на компьютер, которые будут переданы частным лицам или сотрудникам домой, или другим организациям. Как скоро? В идеале можно получить через 3 дня. Если вы прислали документы, в этот же день вас квалифицировали, вы заказали, то после оплаты на следующий день я отправляю, то есть через 3 дня можно уже получить ПО. Единственное, лицензии на Gijenium, на Windows OS 10, 8 или 7, они приходят в течение 2-3 недель. Это единственный продукт, можно установить на Nubu. Это единственный продукт, на который приходит лицензия от Microsoft и наклеечка. Google для НКО. Ну вот, Руслан потом расскажет про Google. Google бесплатно дает 10 тысяч виртуальных долларов на как грант, на один компьютер, одна лицензия. Грант на Google Ad Grants или премиальный доступ к YouTube или Google Apps с отряд облачных приложений. Сейчас я посмотрю ваши вопросы на ноутбук. Ноутбук можно на сколько? До 50 лицензий, но одна лицензия – это один компьютер на сайте. То есть имейте в виду, что если у вас там два компьютера, вам надо будет на два сразу заказать. Если на балансе нет компьютера, то вообще по закону нельзя устанавливать ПО. Именно должно быть на балансе компьютер. Автодеск. Программа пожертвования Автодеск – это дизайнерское программное обеспечение в правомочном и благотворительном организации. Мы пока только начали с ним работать, поэтому еще перевода нет, вы можете посмотреть просто продукты у нас на сайте на английском языке в описании. Семантику. Вот тоже ряд продуктов. Это антивирус. Очень известный, пользующийся популярностью. iSpring – это продукт для разработки учебных курсов или тестовых заданий, или каких-то роликов, презентаций в красивом виде с флеш-анимациями, с пауэрпоинтами и так далее. Bitdefender – это тоже антивирусное программное обеспечение, известное в мире, но в России не сильно популярно, хотя кто-то их использует. Насколько я знаю, у нас заказан даже Bitdefender. Tableau – это программное обеспечение, обеспечивающее анализ и визуализацию данных. Вы можете легко использовать данное программное обеспечение для предоставления ваших данных в виде картинок. У нас один продукт, стоит он прилично, но он очень интересный для тех, кто хочет показывать свои какие-то отчеты, ярко, красиво. Отзывы о программе, последует из действий и мои данные. Спасибо. Готова отвечать на вопрос. Да, Ирина, вы так быстро проскочили все слайды. Я очень быстро. Да, ну давайте пока, значит, там, может быть, какие-то вопросы буду писать, я тоже позадаю. Итак, то есть резюмирую. Получается, что воспользоваться программой инфодонора могут только зарегистрированы некоммерческие организации, да, на балансе которых есть компьютеры. Да. Именно майкрософтовскими либо антивирусами. То есть Google, насколько я понимаю, не обязательно, чтобы были компьютеры на балансе организации. Ну, не про Google. Да, вот я именно Autodesk, например, и другие программы именно я про софт. Так, хорошо. А вот вы можете сказать по какой-то статистике, например, там, не знаю, сколько примерно вот в 2016 году там организация воспользовалась этим вообще в России? Есть какие-то открытые данные, которые вы можете сказать? Ну, эти данные мы отправляем только в Microsoft либо в TechSoup. Вы имеете в виду майкрософтовскими продуктами или вообще продуктами? Вообще. Вот именно кто пользуется инфодонором, да, например, там, за последний год. Просто мне интересно, порядок хотя бы количества организаций в России, если есть какая-то такая информация. В этом году очень много организаций у нас и зарегистрировалось, и пришло. Я думаю, это еще за счет того, что все-таки Google у нас появился, и Google тоже отправляет некоммерческие организации к инфодонору, когда кто-то просит грант. Вот. Порядка 300 организаций в этом году зарегистрировалось. Было очень много заказов, но в основном это продукты Microsoft. Они наиболее популярны. Это сервер, Office и Windows. Остальные продукты заказывают, ну, достаточно редко. Semantic заказывают, Bitdefender. Ну, вот Autodesk мы только-только с ним, ну, только загрузили его на сайт, пока еще не было заказов. И вначале вот вы говорили о том, что если каких-то программ нет, можно получить какой-то ключ через инфодонор и воспользоваться им на сайте техсупа, да, когда загрузить с его сайта уже программное обеспечение. А для этого что нужно? То же самое надо быть зарегистрирован на нашем сайте, быть квалифицирован на нашем сайте и создать ключ доступа. Он делается в личном кабинете вашем, ну, как бы пользователе. С этим ключом доступа можно получить больше продуктов. Просто, как раз в этом году очень многие спрашивали про Slack. Я на самом деле ни разу не слышала. Это какой-то мессенджер очень интересный. Да, да, мы тоже его используем. И достаточно просто иметь этот ключ. То есть он подтверждает, что вы действительно квалифицированы в техсупе и в инфодоноре и можете воспользоваться бесплатно. Но это, естественно, только англоязычные программы, то есть... Только англоязычные, да. Да. У нас их даже нет на сайте, я пока не пишу. Давайте посмотрим вопросы в чате, вот, если вы можете по очереди там... Ну, допустим, только слух прочитать, потому что... Давайте. Давайте. Вот, например, там Марина Ефремова спрашивает. И отсюда, и вниз можно. Ограничения по направлениям деятельности НКО, которых можно получить отказ. А есть ли какие-то ограничения? Если ограничения... Да, есть автономные и некоммерческие организации образовательные, дополнительного образования, они получают отказ. Но вообще на сайте написано, кто точно не получит программное обеспечение, получают общественно полезную деятельность, благотворительную деятельность, религиозные организации. В этом году очень много церквей, даже мечети к нам пришли, хотя раньше их особо не было, но, видимо, тоже распространяется информация о нас. Вот. Ограничения. не могут получить медицинские организации, даже если они некоммерческие, потому что есть, ну, для медицинских у Microsoft есть своя программа, проправительственные либо правительственные и образовательные. Точно те, кто не... Ну, кто, скорее всего, получит отказ, даже если они некоммерческие. То есть более точно желательно почитать это все на сайте? Окей. На сайте, либо спросить у меня, да, потому что иногда бывает очень похоже, что, ну, может организация получить, но на самом деле, к сожалению, мы вынуждены отказать. Или у нас возникают споры даже с Microsoft. Так вот, а дальше следующий вопрос про организационную правовую форму. Все-таки есть какие-то, да, вот ограничения, что именно должно быть... Ну, вы перечислили там те документы, которые нужно предоставить, то есть... Сейчас я скажу, кто могут точно. Да, в принципе, почти все могут. Есть просто критерии промоточности, на нашем сайте. Там написано, кто могут точно участвовать, а кто нет. Могут в следующей форме фонд, учреждения, некоммерческое партнерство, АНО, объединение юридических лиц Ассоциации и Союза и общественное объединение, организация движения, фонды, учреждения. Филиалы иностранных организаций могут принимать, если они зарегистрированы в России. Дальше вот Дана спрашивает, данная помощь не является пожертвованием от иностранных лиц? Нужно ли данную помощь отображать в отчете юстиции? Этот вопрос задают часто, на него мы отвечаем так, что вообще это же не денежное пожертвование, оно, вы оплачиваете не за пожертвование, пожертвование бесплатное, вы оплачиваете сам договор на услугу по помощи в получении пожертвования. то есть наш юрист сказал, что, ну, как бы это нормально, так можно делать, и пока это не является пожертвованием от иностранных лиц, вы скачиваете все, вы не получаете никаких документов, практически, ну, кроме Windows, беджейный, так, хорошо, дальше вот будет вопрос про Google Грант, но это дальше Руслан расскажет. Михаил спрашивает, поясните, что такое TechSoup, ну, в двух словах еще раз про организацию, в принципе, тоже я, наверное, могу ссылку скинуть, но это можно погуглить, то есть, ну, если бы вы говорите. TechSoup Global, это огромная организация, она базируется в США, в Европе она базируется в Польше, она занимается тем, что помогает некоммерческим организациям по всему миру получать именно такую помощь от различных доноров, их вообще в мире гораздо больше, чем у нас, естественно, очень много, где-то это бесплатное ПО, где-то это ПО платное, но с небольшой стоимостью, и они проводят различные, наподобие вас, наверное, тиблицы социальных технологий, тоже вебинары, в которых помогают обучаться новому, использовать какие-то новые возможности, рассказывают очень много, очень такая замечательная организация. Дальше вопрос про Азура для МКО, я не знаю, может быть, я даже ошибаюсь, как это произносится, в общем, стоимость, ну, мне кажется, стоимость можно посмотреть на сайте. Да, можно посмотреть, оно есть, оно есть, оно недавно появилось, просто мы еще не разместили информацию. Можно через сайт Microsoft найти, и там есть все ссылки необходимые. Тоже надо быть зарегистрированными в инфодоноре. Да, следующий забавный вопрос, кто такой SEO-шник, я не знаю, почему этот вопрос возник. Значит, Руслан спрашивает, могут ли, могу ли я Амазон получить в техсупе? Или нужно ждать, когда подключится Амазон к альфа-донорам? Руслан, насколько я знаю, можете. Надо посмотреть, понимать. Но недавно у меня была информация, что Амазон можно получить через сайте. Следующий важный вопрос, если организация зарегистрирована не в России, то как быть? Нет, никак. А где, вот, ай-дай, где у вас зарегистрирована она? Ну, мне кажется, если это СНГ, то можно обратиться в сам техсуп, там есть Олег Сахаров, в Польше молодой человек, он помогает именно странам СНГ-то учить, ЧПО, ну, тоже русскоязычные. Это и Казахстан, и Белоруссия, и Украина. На Украине сейчас появился свой техсуп, ну, тоже подразделение. Вот тогда я ошибаюсь, что Кыргызстан, ну, честно говоря, то есть, как бы совет обратиться именно в техсуп европейский, да? В европейский можете написать мне, я вам дам контакты Олега. Супер. Руслан говорит про видео, но на самом деле у меня видео нормально, так что это просто интернет. Так, ладно, дальше. Ну, в принципе, тогда вопросов, я смотрю, больше нет. Давайте еще последний, ну, то есть, если есть какой-то еще вопрос, давайте быстренько и отпустим Ирину. В общем, я думаю, что более-менее стало понятно для подробности, конечно же, советую тоже почитать сайт, инфодонор, он тоже на русском языке и там сюда подробно написано, вот контакты есть, презентацию потом можете скачать, если будет вопрос, конечно же, звоните Ирине, я думаю, что у нас радость ответить. Ну, тогда, говорю, да, большое спасибо, тогда, и, ну, там, контакты есть, то есть, все есть, еще раз спасибо, тогда с наступающим вас, Ирина. И вас с наступающим. Да, все, до свидания. Так, а я тогда приглашаю Руслана. Руслан, включайся. Видео тоже, или у тебя немножко интернет тормозит? А вот так есть? Да, смотри, включай презентацию свою, чтобы было видно. Так, через документы, как это сделать? Да, документы, к списку файлов. Открыть, да? Да, открыть и начать демонстрацию, а я скажу, когда будет видно. Да, все видно, супер, тогда, ну, я не знаю, если у тебя интернет плохой, можешь не включать камеру, если, ну, смотри, как сам хочешь. Все, тогда передайте слово, да, все, вперед. Да, всем добрый день, у меня будет презентация не настолько гладкой, потому что я презентую просто свой опыт и свое видение. В Google Гранте я очень давно, где-то с 2014 года, когда еще я про инфодонор, ничего не слышал. Но, из того, что я был зареган в Google Гранте до инфодонора, когда подключился к инфодонору, ну, как бы, немножко сложнее, поэтому я вам рекомендую сначала в инфодонор все сделать, а потом идти в Google Грант. Ну, я это опишу. Коротко о себе, я корректор теплицы в Казани и руководитель всего, только руководитель проекта Донор Сорч Станис и Доноров Крови. То есть мы эти проекты по всему СНГ, Рунету. И более двух лет, примерно два года, используем Google Грант достаточно эффективно. Так, что у нас есть? Вот. Соответственно, Google Грант задавался и ранее, до инфодонора, но после того, как они обидели с донором, я так понимаю, стало намного интереснее, потому что раньше я знал только Google AdWords, ну, вот этот Google Грант для рекламы, а там появились на YouTube, это, и так же Google Apps, это полезно, если вы хотите иметь свою корпоративную почту. пропадал на время, да, окей. Да, вот так, слышно меня? Да, 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 слышно, давай. Алло. Слышно, слышно. Ага, пишите, пожалуйста. Вот, соответственно, Google хорош тем, что можно подключить свою корпоративную почту. Так, далее. Соответственно, когда вы дойдете до инфодонора и подойдите все-все-все, и вам будет у вас аккаунт в инфодоноре, вы спокойно идете на Google Grant, регистрируйтесь, и вы дойдете до пункта 2, где нужно ключ TechSoup получить. И этот ключ TechSoup вы можете получить только в инфодоноре. Поэтому на данный момент, ну вот, сначала инфодонор и потом идете в Google. Раньше такого не было, когда я регистрировался, мы проходили минуя стадию вот этого ключа. Так, соответственно, насколько я понимаю, вас, то возможно, вы сможете получить мину инфодонора, но я не в курсе. И это для Бишкека, Кыргызстана, Казахстана. Угу. Так. Руслан, есть? Руслан, опять пропадаешь. Да, простите. Очень неловко. Так. Соответственно, вот, коротко опять, три пункта, которые есть. Это Google Apps, это плюс получение корпоративной почты. Наиболее часто корпоративную почту прикрепляют к Яндексу, через Яндекс. Но вы можете получить через Google. Это удобнее в том смысле, что у вас будет доступ к облаку и к другим пунктам. Сейчас подробнее о каждом и к другим пунктам. Яндекс. у Руслана, видимо, с интернетом проблемы какие-то. Руслан. Да, алло. Ох. Вот, простите. Вот Google Apps. Это позволяет вам проводить видеоконференции до 15 человек и красивую почту. То есть, например, там, фамилия директора, собака и ваша коммерческая организация. YouTube для тех, кто использует. Мы не используем, но мы получили это. И Google рекламные гранты, о них я буду говорить подробнее. Подожди, подожди, а ты слишком быстро листаешь. А что дает YouTube для... Ну, какие новые возможности? Руслан. Да, хорошо, ладно. Будем... Так, вот, YouTube. Как раз я хотел понять, что имеется в виду YouTube расширенная версия. А вот, как раз тут написано, что, видимо, да, преимущество в том, что вы можете разместить как бы ссылку с призывом к действиям. И особенно оформить страницу, добавить локотипы организации. Да, ну, тоже здорово. Сколько доменов на одной организации? Что, Слав, трансляция на YouTube? Хороший вопрос. Руслан, мы тебя не слышим. Да, я понимаю. Пиши мне в слайке, плиз, я тебя слышу. Могу получать тебя в слайке оперативно. У меня слайк не к Wi-Fi. Да, ну, просто вот ты пропадаешь, и мы тебя вообще не слышим. что у вас бесплатная расширенная версия, ну, как бизнес. Руслан, ты и так без камеры. Да, я понимаю, это мой... Так что интернет грузит, ну, как бы не камера, то есть, я даже не знаю, тут особо ничего не грузит. Ага. Ну, вопрос по итогу я пользую, поэтому я могу просто сказать, что если вы ведете канал активно, то у вас будет бизнес-канал, это бизнес-аккаунт, который... можно попробовать его вести. Хотя я плюсы пока... Ну, в смысле, я не знаю, для чего это нужно организациям, которые не ведут. Поэтому я бы сфокусировался на Google Гранте по поводу рекламы. Вот. Так. Google рекламные гранты. Максимально эффективно в интернете. Есть? Меня слышно? Ты очень пропадаешь. Руслан, вернись. Да, ну вот, Руслан начал рассказывать про рекламный грант от Google, да, это имеется в виду именно... Так, я слышу себя даже. Да, я здесь... Продолжай, продолжай. Все это слышно, Руслан. Так что... Как я понимаю, просто у Google есть... Да, можно ли вернуться к грантам? Руслан, вернись к грантам. В общем, у Google есть раздел «Грант». В принципе, там можно почитать более подробно о том, вообще, что это такое, как это работает в мире. Естественно, что условия, как бы, наверное, разные, в зависимости от стран. Руслан. Хорошо, пока вот вопросы задают, я могу пока прочитать вопросы. Кстати, если кто-то знает из тех, кто слушает ответ на вопросы, тоже может свое мнение высказывать, это будет как бы полезно. Вот тут, да, пишут о том, что был такой прецедент, что кто-то настраивал рекламу, рекламные гранты, да, но по техническим причинам как бы заявка не была рассмотрена с нескольких аккаунтов. Есть ли специалисты, которые могут помочь разобраться? Я не могу прямо ответить на этот вопрос, но, например, я точно знаю, что у нас тоже в этом году возникла ситуация сложной с YouTube. Честно говоря, да, служба поддержки достаточно сложная вообще вещь в Google, потому что это очень большая корпорация и там все сделано автоматически. Теоретически, да, есть некая служба, но ее очень тяжело найти. Да, вот как говорят, что у русского Google нет поддержки. Как бы есть люди, да, которые работают в Google, но... Да, то есть... Да, я могу... Давай, Руслан, говори. Да, пока вроде бы снова канал загрузили, смотрите. Google Грант очень важный момент, что это 10 тысяч долларов в месяц и бесконечно, пока вы не нарушите какие-то, ну, запреты. Например, начнете не по ключевым словам выходить или рекламировать. Не менее 329... Не менее 329... Ой, ну, не более 329 долларов. И максимальная цена за клик только 2 доллара. То есть, разумеется, вы будете конкурировать с платными тоже объявлениями, но, по моему опыту, например, это более чем достаточно. Правда, я расскажу, какие проблемы в Google Гранте из того, что, ну, например, в России очень много различных НКО выигрывает грант, и фактически вы конкурирует за одни и те же ключевые слова, просто, ну, наверняка, один клик у вас всегда будет стоить 2 доллара. Я говорю о вас, потому что, я объясню, мы, как донор-серч, по другим ключевым словам идем, и мы не донат, ну, не гоним трафик просто на донат, когда нужно просто получить пожертвование. Но об этом позже. Да, действительно, просто, ну, директору нет смысла сидеть и настраивать. Ну, то есть, если у вас маленькая компания, НКО, и вы немного разбираетесь в Google, там, в интернете, то вы можете. Но самый оптимальный вариант, здесь два варианта, это либо найти какого-то мальчика, девочек, которому это интересно. То есть, на вашем опыте обучиться стать крутым профессионалом в области настройки рекламы. Либо второй вариант, вы находите найти волонтер и ставите задачу. То есть, задача примерно такая. Друзья, мы выиграли Google Грант, пожалуйста, настройте нам. Настройка делайте не так долго, и потом, где все в автоматическом режиме. При этом, вам этот мальчик или девочка прикрутит Google Analytics и соединит это вместе с Google AdWords, так что вы будете понимать, какие именно рекламы, какие именно ключевые слова, какие именно запросы наиболее эффективны под вас. Обязательно строите конверсию. То есть, например, если вы будете, и, скорее всего, всей ДНК выводят на донат, то есть, вы ставите на... по кликам. То есть, например, ваша реклама будет помочь детям, человек увидит вашу рекламу, переходит, далее нажимает кнопку пожертвовать, и это конверсия. Соответственно, какие-то ключевые слова будут все более и более эффективно вести конверсию. И вам нужно настраивать и делать упор на эти ключевые слова. Поэтому Google Analytics вам поможет. Далее. Все очень просто. ну, здесь это скриншот сайта, ссылка вон здесь внизу в описании. Можете его посмотреть. Шаг 1, инфодонор, шаг 2, Google. Ну, и создаете аккаунт под который вам может помочь. Я очень-очень рекомендую делать Google AdWords Express. Это такая простая штука, я скриншот потом сделаю. Она позволяет примерно в 2-3 действия настроить быстрый способ рекламы, и не нужен даже ни мальчик, ни девочка, который в этом разбирается. Ну, это скорее придется без Google Analytics. Хотя, если вы хотите эффективно использовать, то рекомендую, разумеется, все-таки, ну, даже, может быть, заплатить работу за 5 тысяч рублей одного специалиста разово, чтобы он помог, я думаю, это можно сделать. То есть, не обязательно нанимать на ставку. Google Express эффективность действительно не будет высокая, но это для тех, у кого вообще как бы, ну, нет вариантов разобраться, нет вариантов возиться к Google AdWords то есть, но вы выиграли, получили инфодонор, сумели зарегистрироваться в Google AdWords в рекламе и подключайте Express, чтобы это было быстро. Сейчас я показываю, как это выглядит. Вот так выглядит Google Express, это мой скриншот. Там прямо поэтапно настраивайте, пишите первый пункт, ну, я вот написал стальниси доноров крови, вы можете написать, хотите помочь детям, есть мы, помогаем детям, не знаю, в Владивостоке спасать и делать мир лучше. Все, и ваш телефон. И там будет бюджет, который позволит запустить реклама. Ниже будут примеры скриншотов реальных, и вы можете прямо сейчас параллельно гуглить. Например, если вы здесь сидите, откройте Google Браузер, вбейте примерные ключевые запросы, по которым вы хотели бы выходить, и вы увидите своих конкурентов из других НКО. Вот, например, скриншот, это моего, соответственно, аккаунта, как вы видите, сверху можно увидеть ключевые слова, по которым мы ходим, это пункт сзачек крови, пункт приема крови, где сдавать кровь, пункты переливания, там нет конкуренции, потому что, в принципе, мы один, ну, практически единственный проект, который используется эти технологии в донорстве. Далее, если вы будете идти по верхним столбцам, это группа объявлений, не так важно, цена за клик, видите, 2 доллара, выше не бывает, клики, самое эффективное объявление, тысячи кликов в месяц, это пункты сдачи крови, то есть, я знаю, что люди, что ищут понять, где в интернете сдать кровь, соответственно, у нас CTR 10,5%, это высоко, далее, стринься на клик, достаточно низкая, и вот стоимость, вот мы вместе, 8200 долларов, из 10 тысяч, но это скриншот одного, одной компании, есть другая, там компания, но на тот же домен, домен просто я разделяю, например, у нас 2 компании, это пункты крови и доноры крови, то есть, те люди, которые, как стать донором, их мы гоним не на страницу, где указаны все центры крови, а на страницу, как стать донором, да, Евгений Владивосток правильно говорит, по крови, так, мотаем дальше, вот, сейчас, секундочку, ну что ж, ну, Руслан снова пропал, так, ну, что он хотел сказать этим, наверное, по ключевым словам помощь детям, вот такие результаты, и можно посмотреть, собственно, как, ну, конкуренты, да, так назовем их, как они, какие ключевые слова используют, какое описание делают, да, Руслан, мы снова потеряли, Руслан, да, простите, здесь, все, вот смотрите, например, меня слышно, да? Да, 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 слышно, да, вот смотрите, например, вот я просто специально погуглил вчера, помощь детям, ну, подавляющее, что, блин, на кого будет, вот смотрите, первые четыре, это реклама, то есть, это даже не органический трафик, подари надежду, подари жизнь, детям завтра, да, и вы думаете, это все? Нет, мотаем вниз, внизу еще три рекламных блока, то есть, все семь блоков по этим ключевым словам забиты, что это значит? Значит, когда кто-либо ищет, как мог, по ключевым словам помощь детям, то идет такая ротация, как называется, аукцион, то есть, вы выставляете, что у вас максимальный два доллара, соответственно, почти я уверен, что все, на кого стоят два доллара, и поскольку все готовы платить два доллара, скорее всего, клик всегда двухдолларовый, просто я к тому, что подумайте, возможно, ну, во-первых, вы, разумеется, будете в этой ротации, просто, я уверен, что там, не знаю, мне кажется, порядка, может быть, 100 НКО по одним и тем же запросам пытаются вытащить трафик к себе на сайт, и, скорее всего, гонят трафик на донат, то есть, пожертвы нам, что в итоге получается? Получается, что 10 тысяч долларов рекламного бюджета НКО пытается конвертировать, ну, дай бог, 10 тысяч рублей живых пожертвований. Это неплохо, нехорошо, но подумайте, возможно, вам было бы эффективнее не конкурировать по тем самым ключевым запросам и из 10 тысяч долларов виртуальных превратить 10 тысяч рублей в реальных, а попытаться, например, как-то по-хитрому уйти. Я не знаю, надо просто смотреть, какие есть ключевые запросы. Например, я закинул фразу, где взять деньги на лечение? Как вы видите, ни одной НКО, кроме подарить жизнь, ну, она опять спор денег для детей, ни одной НКО не предлагает вариант. У вас не денег на лечение, мы вам поможем, например. Зато там есть люди, которые, видимо, по ключевым фразам деньги, где взять деньги, пишут, возьмите кредит у нас. Вот с ними, мне кажется, имеет смысл НКО конкурировать и делать мир добрее и лучше. Это я к тому, что хорошенько подумайте, по каким ключевым запросам вы наиболее релевантны. А по поводу фразы популярны или нет, вы это можете проверить действительно. Ну, как сказать, популярны или нет, это отдельный вопрос. Это вы сможете планировщики ключевых фраз действительно посмотреть. Но просто одно дело, что здесь я вижу, что других НКОшек нет, а значит, в принципе, мы можем войти туда и помогать, если вы этим релевантны. Например, я проверял фразу «одинокая бабушка». Там вообще нет рекламных кабинетов. То есть, в смысле рекламных запросов не коммерческих, не коммерческих. Просто, если вдруг вы подходите под какие-то другие, будьте там, пожалуйста. Потому что, ну, это не самый правильный путь конвертировать 10 тысяч долларов рекламного гранта в какие-то рубли. Я просто не уверен, что вообще донат идет. Просто, ну, с другой стороны, если как бы, ну, если ноль и такие деньги, наверное, это актуально и нормально. Просто для меня это кажется неочевидно. Здесь закончу. Просто могу сказать, о чем в плане донор-серчер. У нас больше половины трафика, там, порядка бывает до 40 тысяч посетителей в месяц. Это рекламный, ну, рекламный бюджет. Мы не гоним трафик, мы не гоним трафик на донат, мы гоним трафик на регистрацию полицелей. То есть, наша задача конвертировать полицей, граната в реальных донорах. Поэтому, если вдруг ваш проект как-то подходит под регистрацию волонтера, возможно, вам есть смысл больше волонтеров брать к себе. Почему бы нет? Интересно проводить какие-то акции. Ну, если у вас какая-то акция, можете пытаться, ну, я не знаю, например, вдруг вы играете акцию, не знаю, боулинг, например, вот гипотеза, боулинг с детьми из детского дома. И те люди, которые ищут боулинг, например, во Владивостоке, ну, извините, Евгений, я буду послаться, можно, все делают на донат, это нормально, можно даже на благотворительный магазин. Дело в том, что, то есть, например, люди, которые продают благотворительный магазин, очень важно просто по ключевым словам входить в этом благотворительном магазине. Не просто, как это правильно сказать, мы продаем одежду, а, например, одежду в помощь онкобольным. Какой вариант подходит? То есть, оказывается, не получилось, да? Я думал, что я вставил этот камешот. Просто подумайте об этом вопросе. То есть, если вдруг у вас есть какие-то симпатичные поделки, например, от ваших подопечных, почему бы нет? Но будьте осторожи с этими запросами, потому что в русском Google Гранте я не нашел ограничения, но в английском Google Гранте есть четкие ограничения, в которых написано, куда нельзя слать. Вот, в принципе, за два года нас ни разу не банили, нас вечно продлевали, и поэтому ваша задача, в принципе, чтобы а, CTR был выше одного процента, вот, то есть, CTR это клик, то есть, например, если у вас будут ключевые фразы, я не знаю, например, купить дом, а у вас там будет реклама, пожертвуйте деньги, не знаю, там, или ставьте волонтером, это будет нерелевантный запрос, и, скорее всего, кликабельность по нему будет очень низкая, и, если у вас будет таких много запросов, то вам гугл может включить, я не знаю такие примеры, КМС, что вы имеете ввиду, я знаю, это конкурс малых сайтов от теплицы, извините, так показалось, CTR выше одного процента, да, как интерн-мастера спорт, а, да, кстати, очень важный момент, есть ограничения у гугла, какие, в принципе, все это можно посмотреть, а вы не можете пользоваться всеми преимуществами Google Гранта, например, у вас нельзя, у вас не получится размещаться у партнеров Google, у вас только единственная обычная текстовая реклама, то есть, есть, Google ограничивает эти моменты, так, если есть вопросы, и я могу отвечать, просто пока у меня нормальный интернет, ну, боже, не боже, вообще 329 долларов в день это очень мало, через зап, я не думаю, что это связано, потому что Google это огромная организация, и, например, Google Грант есть сообщество для получателей Google Гранта, правда, оно англоязычное, но вы там, если у вас владеете языком, вы можете там писать свои вопросы, запросы, например, вот я видел красивые примеры, как одна некоммерческая организация, у них, я так понимаю, балетная группа, где они хорошо выступают, ноль кликов и ноль просмотров, подождите, вот по поводу ноль просмотров, а вы проверяли по данным запросам вообще люди ищут в интернете, ну, то есть, если вы сделаете вот такой запрос, да, то, наверное, вот я один только, что его искал, да, в месяц или в год. Да, про ширину расскажу, соответственно, если вы написали запрос под названием очень, там, не знаю, психологическая помощь для детей-инвалидов в городе, там, на улице 75Б, то, наверное, таких запросов действительно мало, и поэтому вообще не стесняйтесь, у меня более 10 тысяч ключевых слов, то есть, я, вот смотрите, что я делаю, я начинал с самых маленьких, просто донор, доноры, нужен донор, как стать донором и так далее, потом есть Google AdWords, такая функция посмотреть предлагаемые варианты, там они предлагают донор почки, донор там семенной жидкости, это я не выбирал, но просто вы понимаете, как бы, что, как бы сказать, вам будут подбрасывать, ну, для вас, может быть, дикие запросы, выбирать те, которые вам удобны. Далее, когда экспресс, это отличный вариант, но он плохо настраиваемый, соответственно, когда вы работаете не через экспресс, через экспресс можно увидеть просто, ну, быстрые способы, когда машина делает за вас. Если же вы готовы вкладываться в работу, а я рекомендую в Google AdWords вложиться, потому что это шанс получить расширенный Google Grand, Google Grand Pro, действительно. Правда, почему там, вот, если вы кликать на Google Grand Pro, там ошибка какая-то, это нужно связаться, видимо, с поддержкой через комьюнити и посмотреть, в чем проблема, потому что, я помню, были какие требования, Google Grand Pro, а, чтобы у вас было отслеживание конверсии, обязательно, а для этого нужно заморочиться и найти садмина, который расставит метки на сайте, которые будут фиксировать конверсии, это раз, б, у вас должен быть CTR высокий, и г, вы должны обознавать, почему вам не хватает 10 тысяч долларов в месяц. Как писали выше, действительно, некоторые могут даже не иметь возможности 10 тысяч долларов съедать этот бюджет, потому что это не так просто. Обычно, ну вот, ладно, у меня проект все российские, и даже по СНГ, я поэтому не заморачиваюсь по территории. Если же вы фонд помощи детям в Татарстане, то вам нет смысла крутить рекламу фонд помощи детям, я не знаю, там, ну, не знаю, в Калининграде, это будет не целевой трафик, не целевые запросы, ну, и фактически информационный шум. Поэтому вам нужно настроить целевую аудиторию на ваш регион, если вы не работаете в других. С другой стороны, если вы работаете в донате, то вам же наверняка не важно, с какого города вам будут донатить. Поэтому это ваш выбор. Вот. Вообще, я рекомендую сделать так. Я рекомендую найти волонтера, студента на, я не знаю, СММщика в городе искать. Чувак, у тебя есть возможность сливать бюджет 10 тысяч долларов в месяц. А, не каждый бизнес может простить, если чувак настроит этот рекламный кабинет, и у него будет конверсия ноль, понимаете? Зато у человека будет реальный способ на вас потестировать. В итоге, он через 3-4 месяца научится правильно настраивать и Google Грант, и клево настроит разметки. вы получите отличную конверсию, ребенок вырастет и уйдет от вас к какому-то бизнесу, ссылаясь на вас. Понимаете? То есть, это отличная возможность. Вы даже можете сделать, я не знаю, там, объявление в IT-волонтере. Опять же, вам не нужен человек, как сказать, он вам не нужен, вот, ну, не надо его смотреть. Человек в Рунете где-то сидит, и вы в IT-волонтере пишете задачу. Потом, разумеется, нужно осторожнее, конечно же. Ну, как сказать, я рекомендую не давать всем доступа и Google аналитик исследовать, ну, то есть, рекомендую настроиться очень правильно. А главных таких людей очень много. Эти ребята, ну, не знаю, студенты, молодежь, которые понимают ценность, понимают значимость, но им нужно где-то тренироваться. 10 тысяч долларов, ну, это, сколько, это 600 тысяч рублей в месяц. Не каждый бизнес готов. Если же человек сумеет из 600 тысяч долларов эффективнее настроить работу, то потом вы ему напишите благодарственное письмо, и он идет в бизнес. И ему хорошо, и вам хорошо. Это политика выигрывай. выиграй. Вот. Какие вы запросы? Грант про, Где получить 10 тысяч долларов? Господи, мы же, по-моему, про грант и говорим. Вы подаете в инфодонор заявку, вам одобряет. Далее вы заходите по ссылке Google грант и зарегистрируйте. Потом на каком-то этапе вам скажут. Чтобы получить Google грант, вам нужно ввести код. Вот этот вот. Сейчас я покажу скриншот. Вот этот. От TechSoup. TechSoup работает с инфодонором. Инфодонор вам пришлет ключ, вы вставляете ключ сюда, и у вас появляется аккаунт Google. Далее вы получаете три возможности. Google гранты. Находите мальчика хорошего или девочку, который хочет на вас научиться. Далее вы получаете Google Apps, и вам какой-нибудь грамотный садмин настраивает почту в формате не знаю, у меня вот такая почта шикоров собака донор search . Просите за капс. Ну вот, например. Далее вопрос по каким параметрам его тестировать это мне или вы с Евгением общаетесь. меня слышно? Алексей? Да, тебя слышно. А, да, просто есть вопросы вы можете задавать, потому что в целом у меня за два года в принципе да, мы получили Гранс Про, у нас теперь не 10 тысяч долларов, а 40 тысяч долларов, но это было не так просто, потому что в течение года мы целенаправленно шли, отслеживали конверсию, повышали CTR, CTR у меня 10%, первое время я не знал даже как один получит CTR, вот. Как-то так. Ну что, если есть какие-то еще вопросы, давайте последние зададим, ответим, и тогда в принципе можно уже заканчивать. Как раз вот еще вопросик. Можно ли получить Google Apps с его домена? Вообще вам не дадут, по-моему, Google Грант, если у вас нет своего интернета, потому что есть в Google Гранте информация, что Google помогает организациям продвигать себя в интернете, соответственно, у вас должен быть какой-то сайт, если у вас есть сайт, значит, у вас есть домен, есть, ну, сайт не vk.com слэш там, группу ВКонтакте, а именно, ну, конкретный сайт, соответственно, если вы на него заморочены, вы не только его сможете рекламировать, поэтому, как бы, относитесь с умом, если вы вдруг делаете интернет-проект на домене, я не знаю, project.org, а НКО у вас на домене font.ru, то вы не сможете, выиграв для font.ru, выигрывать, ну, рекламировать проект.org, вот, соответственно, но повторюсь, я трачу на это ежедневно, я проверяю, вот смотрите, что я делаю, раз в неделю, в понедельник, я проверяю, как сказать, в Google AdWords, не в экспрессе, а в AdWords, есть такой пункт, по ключевым словам, ключевые слова, по которым вас находили, и новые ключевые слова закидываю, таким образом, по году у меня 10 тысяч ключевых фраз, домен не важно, можно RF, в Google, с Кириллиц, там нет ограничений, просто, чтобы у вас был домен, хотя, у вас не получится почта получить, скорее всего, что значит получить на собственном сайте 10 тысяч долларов, вам же не живые деньги дают, вам дают Google Грант 10 тысяч долларов в месяц, если вы потратили с 10 тысяч долларов в месяц 1 доллар, 9999 долларов у вас сгорели, если вы в течение года очень неэффективно тратите свои деньги, то, возможно, вас отключат, я не знаю, я когда получил, я делал все, что возможно, чтобы каждый день 329 долларов съедали, да, фактически, это виртуальные деньги, их нельзя обналичить, нет, на самом деле, можно, наверное, но вас быстро за это забанят, то есть, я, ну, как сказать, всем или иным людям, я могу проговорить схему, по которой можно попытаться их обналичить, да, вы, например, встраиваете какую-то тему на ваш домен, я не знаю, например, на donsor.org, я мог бы разместить, не знаю, там что-нибудь, что бы вело на другой сайт, именно поэтому на странице Google Гранты написано, что если ссылка ведет на какой-то, на какую-то страницу, где много других ссылок, которые ведут на другие сайты, то вас быстро забанят, то есть, благо Google умная организация, и если вас забанят, накажут, наверное, по донору, по донору накажут вас, и вы, как на кого попадете в какой-нибудь черный список, ну, я не знаю, но мне кажется, как бы, ну, глупо скрывать вещи, которые можно обойти, то есть, я, все мы взрослые люди, и смысл о том, что вы 10 тысяч долларов конвертируете в лидов, которые покупают товары у ваших партнеров, а ваши партнеры вам донатят, все это сделать очень просто и можно, но краткосрочно, наверное, вы получите какие-то деньги, но в долгосрочном периоде у вас наверняка просто-напросто. Что такое контекстная реклама? А реклама, в смысле, баннерная какая-то сбоку? Нет, не думаю, что это будет косяк, но опять же, на какую релеванную вы рекламу ведете, понимаете? Например, как сказать, у вас спецпроект на платформе, видите? Ох, тут спорный вопрос, например, я бы сделал так, я понимаю, о чем вы говорите, да, это правильная мысль, например, вы замутили на бумстарте, или на планете рекламу, да, например, компанию, и вам нужно гнать туда трафик. С другой стороны, как сказать, ну, тогда вы делаете какой-то мини-баннер о том, что, то есть у вас должна быть страница целевой, ну, я не знаю, например, если на донорстве, я бы сказал так, человек пишет, где сдать кровь, я его гоню на страницу центра крови, а где-то сверху какая-нибудь плашка, например, ну, небольшая, ну, наверное, так можно пройти. Как сказать, я не думаю, аж просто забанят и проигнорят вам. Ну, не знаю, наверное, у меня не было таких примеров, но, скорее всего, вам предложат, что, не знаю, что, недовольны тем, что у вас плашка занимает огромную площадь на сайте. Вот. Мне кажется, да, развалительно, но, опять же, здравый смысл, смотрите, к чему ведет. Когда я размещался на планете, я подумал, зачем мне гнать свой трафик на планету, если я могу тогда у себя сделать страницу с названием «Ребята, мы собираем, не знаю там, на проект 100 тысяч рублей, купите у нас благотворительный магазин», и фактически устроить свою маленькую планету в своем сайте, чем гнать трафик своего сайта на планету. Да, вот черт и того. Но повторюсь, я рекомендую найти, ну, найти помимо мальчика или девочек, который настроит по матвордс, какого-то лингвиста, ну, не знаю, спрей интермедиат, который сумеет в случае его написать на форуме поддержку в английском языке свои вопросы. Там очень много кейсов, которые можно посмотреть. Я рекомендую. Вот, как-то так. Так, ну что, я думаю, что можно уже заканчивать, потому что вопросы будут бесконечны, и я думаю, что... Вроде бы нет на грантс, но есть поддержка на русском AdWords, куда вы можете позвонить, и, ну, скорее всего, вас проконсультируют. То есть там помогают люди очень классно. Да, давайте тогда скажем, Руслану, спасибо. Я сейчас размещу ссылку. Во-первых, я разместил ссылку на анкету, пожалуйста, запомните ее, и вот ссылка на мероприятие в Фейсбуке. Вы там можете задавать вопросы. Я думаю, что Руслан в том числе может ответить, если какие-то вопросы будут ему. Да, я всегда связи. Да, да, ничего страшного, но бывает это интернет, как ни странно, вот это бывает. Так, ну что, а я хочу тогда сказать, сейчас я включу последний слайд своей презентации, сейчас, так, сейчас. Да, я просто хочу поздравить вас всех с наступающим Новым Годом, и, ну, я не знаю, по крайней мере, я думаю, что те, кто не первый раз участвовал в наших вебинарах, все-таки достаточно много узнал в этом году, и я надеюсь, что мы будем продолжать рассказывать вам более интересные вещи в следующем году, поэтому оставайтесь с нами и хорошо отметить этот Новый Год, и следующий год будет только лучше, поэтому еще раз с наступающим, и да, сейчас я, наверное, открою доступ к презентациям, если кто не не скачал. Сейчас, по идее, они должны быть доступны во вкладке документы, да, и задавать вопросы в мероприятии в фейсбуке. Еще раз спасибо говорю, и тогда до новых встреч в следующем году. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok